вот наконец-то колонки vega обрели свои родные заводские фильтры кроссоверы правда установлены они снаружи они внутри но это так я на скотч примотал временно просто чтобы не заморачиваться там с установкой и сейчас уже можно говорить о том как они звучат завода то есть у звучания именно самих вот этих 15 109 они же 25 с там какая-то 106 или как и перед этим стояли китайские фильтры которые были поставлены прошлым владельцем вместо родных они китайские фильтры дешевые ну там по 200 рублей за штуку хотя не так уж и дешевая куплены на алиэкспрессе и по идее по всем законам там звука звукостроения да не родные фильтры это это кошмар это должна быть а чиха ужасно и там все неправильность сопряжение этих каналов то есть как это называется сопряжение полос частот то есть одного низкого нижнего динамика верхнего плохое между ними может быть провал и так далее действительно там слышался какой-то провал между верхней середины и началом работы твиттера и слышалась какая-то такая грязь и колючесть в звуке немножко слышишь но ты не можешь словами объяснить ну неприятно что-то вот такой непричесанный звук как будто недоделанная вещь недоведенная до ума какая-то сырая да хотя местами он даже с китайским фильтром они звучат красиво и средней частоты там по пара на пара нам блять пара на мирование так вот то есть серия стерео картина все довольно неплохо и немножко лучше чем у таких мультимедийных колоночек вот но были надежды что замены фильтра на родной исправит много чего то что было с китайским при этом я оставлял этот момент на самый последний ну то есть оттягивал потому что сначала хотелось поэкспериментировать с проводами и так далее вот все что было в предыдущих сериях этого сериала который никто не смотрит кроме меня и вот настал значит момент уже можно сказать финальная серия хотя я еще буду потом пищал очку менять ради интереса на современную короче чё скажу о звуке сожалению звук некоторые плохие моменты исчезли из звука вот типа вот этой колючести типа как-то стало более цельно возможно звучание да но такие моменты как недостаток нижнего баса который нужен для современной музыки и такие моменты как немножко все-таки грубоватая работа твиттера они не не исчезли к сожалению то есть сейчас я уже говорю не о каких-то там тюнинг их непонятных колхозных колонг-ха а вот родном заводском варианте и вот видимо они все таки то есть претензий к твиттеру есть он конечно стал меньше ездить по ушам чем с китайским фильтром как-то вот он тогда совсем уши резал иногда в некоторых моментах до на цикане но в принципе это это осталось просто меньшем виде и он отыгрывает грубовато и он придает и звук радиоточки такой звук баловаячный немножко да вот хотя этого всего стало вроде меньше чем с китайским фильтром но стало как более музыкально более красиво вроде бы хотя может само внушение это точку в этом поставить только сравнение аудиозаписи в компиляции которые возможно скоро сделала сравнение то как она звучала раньше и сейчас но глобально лучше звук как бы не стал и в чем могу сказать про вегу но то же самое что и раньше то есть это колонки которые неплохи для инструментальной какой-то музыки для музыки в которой нет циканье нету басов таких современных стучащих то есть вот именно низкие частоты и они вроде бы играют но они играют как барабан то есть так хлоп-хлоп вот так вот эти вот удары отыгрывать но какое-то гудение какой-то атмосферность такую басовую которая может быть старому поколению слушателей не интересно там старой гвардии но последняя я не знаю лет там 20 это нормально для музыки когда есть басы и ну не такие прям что какой-то рэп или что-то но просто вот это как бы придает в сочности звуку да а здесь это как бы как обезжиренный звук вроде как можно конечно какой-то сабвуфер прицепить с непростой а вот с регулировкой фар этой частоты ну чтобы сопряжение было с колонками ровненько чтобы она не нализала друг на друга но сабвуферами я особо дело не имел поэтому не знаю и тех сабвуферы которые у меня были они никакого приятного впечатления не оставляли это просто бухтелки мультимедийные и как будут звучать колонки с сабвуфером с поддержки саба возможно неплохо а может быть ну и короче я про это ничего не знаю вот как они есть им не хватает баса для современной музыки как раз вот при сравнении вот с такими современными самыми дешевенькими с венами но они дешевые но неплохие они можно сказать по одной цене эти колонки допустим века продают за полторы две тысячи а это то же самое полторы две тысячи но это активная систем то есть колонки без нужен внешний усилитель он у них уже есть несмотря на то что я вчера разбирал там тоненькие проводочки и прочее прочее такие удешевления то есть ну звук то у них как бы не не сильно хуже хотя как сказать ну короче сравниваем вот допустим вега хороша для инструментальной музыки для вокала и всего такого прочего музыки где-то типа танцевальный 10 циканье есть басы она не очень она проигрывает тут современным любым причем мне кажется более-менее приличным за 2000 рублей но выигрывает по средним частотам по по стерео панораме она конечно выигрывает и она она как вега как демо версия колонок моем понимании так то есть я покупаешь и и ты узнаешь что есть что-то за гранью мультимедийной вот этой вот акустики то есть она дает детальность который никогда не будет даже у наверно вы дефайр там самых крутых там но я имею ввиду до 20 тысяч рублей r2800 2700 наверняка нет такой детальности как есть у веги и стерео построение вот это вот стерео такая свободность что ли да вот хоть ну чуть-чуть получше чем у мультимедия да верхние частоты не радует у веги и нижней чем низкие частоты ультра низкий не радует то есть и чем можно сказать система неплохая но как демо версия такой на типа как демо версия начального хай фая какого-то и у нее к сожалению ну на мой слух мне так показалось нет никого своего характера нету дра его нету вовлеченности в музыку харизмы нету то есть ты слушаешь эти просто она играет и есть конечно немножко такой советский призвук такой благодаря наверно этому твиттеру несовершенному призвук немножко такой как был убогости чуть-чуть но целом ну как бы когда переключаешься вот на эти я сейчас сравнил а с более серьезными там стороны в андер кюгел которые но чуть-чуть покруче я показ не было ли них доставать но я вчера сравнил и вот эти колонки допустим свин ты включаешь и сразу конечно чуть не скажешь сильно но меньше конечно детальности немножко звук может быть как под пеленой но в хорошем смысле хорошим как как каком смысле не знаю но по крайней мере он не напрягает и там есть бас и там музыка как бы окажется типа объем не что ли она за счет баса вот то есть веселее интереснее не то чтобы там пляски какие-то но она более полноценная полновесная вот как-то если говорить о современной музыке если там слушать все время классику какую-нибудь симфоническую то вега вполне я думаю сойдет но для чего-то такого современного она не очень подходит и для рока тоже тем более она не подходит потому что они несмотря на то что она детальная у нее вот на сложной музыке начинать все так немножко сливаться в кашу вот если заменить twitter на хотя бы хоть какой-нибудь там альфард начальный например там вот как на с 90 тв 318 за 500 рублей штука да то может быть будет лучше но это мы узнаем следующей серии вот а пока что честно говоря немножко ждал больше в отведе по сравнению с китайским фильтром но опять же это интересно что рандомный китайский фильтр как временное решение или как какой-то как замена допустим вышедшим из строя в принципе сойдет звук если хуже то ему ненамного и это надо быть слухачем чтобы это услышать то есть какую-то разницу большую он вполне прилично звучит как ни странно хотя он совершенно как бы посторонний и те люди которые китайцы делали этот фильтр они даже понятия не имеют что есть такие колонки вега вот поэтому с рандомным фильтром звучит нормально но с родным лучше но в целом звук как бы ну такой на как бы сказать там на любителя то есть жанровые наверное и даже если жанровый даже если слушать там вокал женское конте пение и симфонические музыку на спокойную музыку да то все равно это не все равно не совершенно как бы далеко не совершенно техника но для вот именно для этих целей возможно для классики вокала она получше чем всякие там современные мультимедиа возможно да ну но это мое мнение такое для всего остального не хватает ей не драйва не харизма не какого-то ничего то есть даже не знаю как то ну если пиа допустим вот как у меня раньше были defy r2600 которые такие довольно заурядные мультимедиа по звуку но не сейчас есть и вот если после них включить вот эту бегут он но в принципе у меня же был такой опыт у меня были с 30 в деревне с 30 а и это по сути то же самое конечно там был усилитель немножко простенький виде к бобинного магнитофона уставшего но там были такие же точно вывода что да детальность да возможно чуть более утонченный звук но сводит на нет все эти плюсы то что поганенький вот этот советский твиттер который все таки все таки он не не бесит немножко и недостаток низов недостаток сочности в звуке вот как то так пожалуй буду закругляться то есть таким образом вопрос который меня мучил годами о том что лучше мультимедиа или вот такие недорогие советские колонки типа вега но он как-то все равно остался без ответа потому что каждому свое видимо так не нельзя однозначно сказать что вега лучше она лучше каких-то моментах каких-то хуже и мультимедиа и мультимедиа в каких-то лучше каких-то хуже это на любителя как то так ну 50 с 106 наверное получше звучит но она дороговато стоит что-то жалко мне допустим 5000 акустику которая будет звучать примерно также скорее всего там тоже те же особенности тот же слишком цыкающий twitter тот же и может быть недостаток баса хотя там вообще низкочастотник есть свой отдельный вот с 90 меня допустим порадовали про доски с альфардами вот там да там как то так все таки уже чувствуешь это какой-то уровень крутой новый что ты с открытым рутом первое время ты такой вот так вот от удивления вообще просто офигеваешь какой звук прикольный хотя он конечно не не сказать что ровный он далек от ровного и нормального но он веселенький он такой и кстати в с 90 как раз так современных басов хватает гудения какие-нибудь аудиофилы старой школы скажет что это просто гудение и бубнение но у меня с 90 не на резиновом подвесе на ппу и поэтому там кстати вот я такого не слышал как на ютюбе на ютюбе есть видео где люди вытаскивают кое-нибудь в огород и с 90 включает на полную громкость какой-нибудь там моден токинг и они прямо аж булькают у них такой звук такой пау-пау-пау такой вот на низах возможно из-за резинового подвеса а у меня вот на моих с поролоном ппу такого бульканье на басах не слышно и поэтому ну да они немножко гудят с 90 но в целом но зато они умеют делать бас современный а вега не умеет вега это так и даже поймем всего этого баса и всего такого все равно тут даже чё-то вот как-то даже вот если закрыть глаза на бас все равно чё-то не так чего-то как бы ну вот вовлечение даже даже четыре года тридцать хотя нет я про это лучше не буду говорить у меня запинает мне раньше казалось что четыре года 35 это динамик с таким вдохновенным звуком то есть может быть по это просто кажется она кажется в нем как бы харизма когда есть какая-то цельность ну вот а то он и ширик что на нем есть в нем нет цельность у него нету сшивания полос а вега это что-то как-то вот тут пищалки я их не люблю и быстриться мне не нравилось и здесь 10 гд в или как там они 6 гдв или 10 вот такая короче история короче на уже там на следующий день когда уже записал сравнение решил посравнивать стану сторону стону стону андерклигел ну то есть со свинами он там не застоят и ну могу сказать что допустим вот конечно увеги музыкальное разрешение намного выше чем заметно выше чем у мультимедиа колонок то есть вроде бы детальность есть но почему-то нету опять же драйва нету вообще никакого вкуса от них нету то есть они как бесхарактерные колоночки то есть не ощущение не харизма ничего не кота настроя когда слышишь даже вот это вот несмотря на то что здесь ниже разрешение музыкально тут есть как бы какая-то цельности и вообще звук какой-то другой то есть он как будто бы типа современный что ли и тут ну более такой приятный то есть вега какая-то она вот не такая чё-то в ней не то все равно может быть twitter может быть что-то причем я вегу вот уже сегодня подключал и к усилителю атаевы например то есть музыкального центра ну так как он такой басовитый то я думал что может быть веге басов не очень хватает нижних именно из-за усилителя вот на тп а 3716 включил атаевы но в принципе то же самое она просто не может играть так как могут современные колонки то есть не то чтобы даже гудеть а просто вот как-то ниже в ниже копать что ли вот типа такого и вообще вот самое главное так сказать разочарование или что-то да это то что они колонки вега они без характера то есть они играют вроде бы детально вроде бы и там где-то ясно где-то что-то но их не интересно слушать нет увлечения нету от этих желтых допустим от кубилов слушаешь и тебе во первых тебя не парит ничего то есть тебе как бы комфортно это не устаешь во вторых еще и вовлекаешься то есть как гипноз такой ты слушаешь слушаешь тебе приятно это приятная сладкий звук такой ну свин в принципе тоже из той же серии а вега она какая-то вот что-то я не знаю может быть может быть просто из-за детальности но нет у нее просто нету теплоты в звуке нету очарования она какая-то вот просто и как играет играет и все и поэтому по ряду причин она мне не заходит вообще ну как бы хорошая вроде бы колонки но не для меня и с современными даже как то трудно сравнивать это как сравнивать там какой-нибудь автомобиль шестидесятых годов допустим или там пятидесятых и современный примеру то разные вообще вещи ну и не то чтобы для разной музыки музыка это уже второй половине восьмидесятых уже была почти как современная но просто как как-то вот так вот все